А как вы думаете, друзья, о чем чаще всего при встрече говорят англичане? Вот догадайтесь с трех раз. Правильно, наверное, вы догадались уже. Они говорят о погоде, друзья. А почему они о погоде говорят? Да потому что вот погода такая, я же говорю. Через день идет дождь. И вот вы не поверите, но это на самом деле так. Вот я сейчас приехала, хотела вам показать, когда еду вокруг, но ничего не смогла. Лил дождь ужасно. Сейчас вот он немножко прекратился. Я уже подъехала, сейчас вам расскажу кое-что. Да, ну и вот чего бы им не говорить о погоде, когда погода вот такая вот. Сегодня солнце, а завтра дождь. Вот я вчера вам снимала видео про домик. Показывала домик этот, в общем-то, весь, который развалился. Вот. И не стала даже говорить, чтобы не сглазить. Потому что погода была просто шикарная вчера. Вчера светило солнце и было плюс 20, друзья, вы не поверите. Ну вот, я, чтобы не накаркать, как говорится. Потому что я всегда говорю, что погода здесь идет так, через день дождь. Я не стала каркать. Вот. И получилось все равно, несмотря ни на что. Сегодня у нас уже плюс 12. Тепло, конечно. Ну вот лил дождь целый день. Сегодня 15 часов 15 минут. Воскресенье. Дождь с утра ж лил. Вот только-только он немножко остановился, друзья. Вот полюбуйтесь, какой терем-теремок. До чего мне нравится. Это вот такой вот старинный английский стиль. Огромный красивящий дом. По-моему, на двух хозяев. И вот видите, какой шикарный куст тут этой. Непонятный какой-то цветущий. Не знаю, что за растение. Вот тут же рядом белая камелия. Я уже научилась, что это камелия. Красавица такая. Вот еще такой чисто английский коттедж. Друзья, видите, вот этот стиль. Он, мне кажется, конкретно британский, английский. И его очень любят англичане. Вот еще один такой коттедж. Смотрите-ка. Это я гуляю еще по новой улице. И новой для себя. Вот. Я целый день, я же говорю, сидела дома. И было так тоскливо, потому что дождь лил. И было темно, сумрачно, пасмурно. И вот сейчас, наконец-таки, проглянуло солнышко. И я съездила в Теско. Поехала только вышла, и опять дождь хлынул. И вот, проехала, вышла. Он все еще шел. Вот сейчас опять солнце выглянуло. Я спрятала зонтик. Решила немножко прогульнуться. И вот, как говорится, и как же тут англичанам не говорить о погоде. Потому что погода меняется даже не день за днем, а каждые пять минут практически. Вот поэтому, если вы встретите англичанина, он всегда у вас первым делом заговорит о погоде. Вот, друзья, остатки мимозы. Красота. Она все еще цветет, видите. Но это не везде. Она практически отсвела. Вот здесь вот я вот нашла вам кустик, показываю. В общем-то, практически она уже, конечно, отсвела. Вот еще вам, пожалуйста, вот этот стиль английских коттеджей. Очень красиво. И домик такой ухоженный, и садик у него. Посмотрите, какая территория замечательная. Это вот двор такой. Видите? Супер. Вот смотрите, какая прелесть. Сю машину обсыпала лепестками опадающей магнолии. Магнолия вот из-за такой вот погоды, не очень хорошей. Вот она, не успев зацвести, друзья. И мы даже не насладились всей ее красотой, как она стала обсыпаться. Вот видите, еще одна красавица. И вся опять обсыпалась, обсыпалась. И вот там вдалеке еще одна у людей в саду. И вы посмотрите опять, какой шикарный дом двухэтажный. Видите, вот. Ну, вот это не то, что я вам вчера показывала. Дом развалина. Вот такие вот домики, дворцы. Но вы должны за него выложить, друзья, как минимум больше миллиона фунтов. То есть, как умножайте, на 80-80 миллионов рублей. Вот такой вот домик будет стоить. Да, конечно, там и полы вам теплые. И кухня, наверное, модерновая с островком посредине. И все, что хотите. Ну, так, в общем-то, что же об этом говорить. Есть деньги у людей и живут прекрасно. Ну, вернемся к нашей повседневности, друзья. Вот вы знаете, что я стала замечать. Что жизнь вот в Европе, в частности, в Англии, она не улучшается с каждым годом. А вот она становится все хуже и хуже, друзья. И вы знаете, сейчас вот я вам покажу такую историю, что раньше всегда говорили, что ой, такие дороги прекрасные в Европе. Та-та-та, замечательные. А сейчас вам покажу, какие дороги у нас в Англии, допустим. Вот вам, пожалуйста, центральная дорога. Центральная Мейн Роуд. Видите? Я почему это увидела, жуткую выбоину на дороге. Сейчас объясню. Я стояла вот здесь, вам снимала красивый дом с этой магнолией. И проезжала машина, она попала вот колесом вот в эту вот лужу. Она меня так обдала грязью с ног до головы. Просто ужас. Поэтому я сразу вспомнила, что у нас такое тоже. Но у нас-то да, в России это часто встречается. А здесь вот это вот как-то впервые меня окатило грязью. Ну вот я гуляю по вот этой улице больших, богатых домов, дорогущих. Вот этот, правда, уже требует, конечно, ребентика небольшого, но он тоже очень дорогой. Вот этот огромный дом. Так вот, друзья, я свою мысль продолжу. То, что здесь люди начинают, я замечаю, в Англии, вот по крайней мере за то время, которое я здесь живу. Да и муж мне потом рассказывал, что здесь уровень жизни опускается, все опускается и опускается. Вот не знаю, почему так происходит. Вот эти маленькие бизнесы тоже разоряются, закрываются магазины. То есть это вот все-таки не только у нас в России такое происходит. А, наверное, это сейчас такие глобальные перемены по всему миру, друзья. Да, вот еще вспомнила. У меня тут многие такие недовольные, когда смотрят мои видео. Очень много мне возмущенных таких пишут комментариев, почему я так медленно говорю. Ну, вы знаете, друзья, ну да, я говорю медленно. Во-первых, я не политический обозреватель, никакой я не комментатор. Вот, и, конечно, к своему глубокому сожалению, я никогда такие раньше блоги не вела. Поэтому у меня никаких навыков нет. Да и потом, к стыду своему, я не готовлюсь к ним. Я вот просто вижу какую-то интересную, допустим, территорию. У меня хорошее настроение, я хочу им поделиться с вами. Я включаю камеру и начинаю гулять и вам рассказывать все, что в голову взбредет. Это, конечно, плохо, но вот так. Ну, и потом, вы знаете, я однажды услышала такую информацию, что, значит, вот 10% всего усваивается информации из сказанного. Если вы кого-то слушаете или вы слушаете какую-то лекцию или что-то, то вы вот можете усвоить один за один раз только 10% всей информации, которая вам дана. И поэтому я подумала, зачем я вас буду грузить, да еще вот так вот быстро тараторить, чтобы голова разболелась от этой ненужной информации. Я иду медленно, я показываю вам все вокруг. И вот и говорю поэтому медленно. Иногда даже отвлекаюсь сама на что-то и вообще говорю, теряю мысль. Поэтому уж извините, друзья, но вот так. Потом еще вот, вы знаете, я заметила, я же смотрю, свой блог-то наблюдаю, как там что, какую-то аналитику провожу. И вот я заметила, что очень странно. И никогда не узнаешь и не определишь, вот какое вдруг, какое из моих видео вдруг вот заинтересует людей больше, а какое вообще не будет интересно. Вот бывает, знаете, специально куда-то еду, собираюсь, приезжаю на какое-то красивое место. Вот как я вам ездила в ботанический сад. Это очень далеко, это вообще на другом конце острова в Вентнере. Мы его еле нашли, и потом очень долго искали парковку с подругой. Потом, значит, вот я вам стала показывать эти все красоты вот этого ботанического сада, который один из лучших в Британии. И что же вы думаете, он не набрал даже и 400 просмотров. И вот, понимаете, как интересно. А бывает, вот покажу какой-нибудь там за 3 минуты обзорчик, и, пожалуйста, вам 2-3 тысячи просмотров. От чего это зависит, друзья? Я вообще ума не приложу. Поэтому, как говорится, я по этому поводу вообще перестала заморачиваться. Вот я снимаю видео. Такие, как говорится, когда гуляю, когда что-то интересное хочу вам рассказать, чем-то поделиться. Ну вот тогда я включаю камеру и вам показываю. Ну и вот напоследок хочу вам рассказать одну историю, которая со мной произошла здесь вот уже в Англии. И, в общем, она такая довольно-таки специфическая, как что бывает, когда не ожидаешь. Ну и вот эта история случилась, наверное, лет 5 назад, когда еще мой муж был жив, и он узнал, что я хорошо готовлю. Вот. И решил, конечно, похвастаться, что вот у него жена русская готовит хорошо. Значит, пригласил своих друзей, пару англичан и еще женщину одну одинокую. То есть трех человек пригласил. Вот нас было двое. Он пригласил на обед и сказал, что Галина приготовит вот борч. Борч, который они слышат, слышали и знают. И, в общем, многие его не пробовали. И вот, значит, он им радостно сообщил, что он приглашает, значит, их к нам на обед на борч. Ну и как бы ладно, понимаете, я-то борч готовила сколько хотите и могу это сделать без проблем. Вот. Но я, когда узнала, что у нас будет 3 человека в гостях, плюс мы двое, то есть 5 человек. То есть на 5 человек надо приготовить. Вот, приготовить этот борщ. Я стала смотреть и не нашла в хозяйстве у мужа эту кастрюлю, которая больше емкости, чем 3 литра. Вот у него были литровые, двухлитровые и трехлитровые кастрюли. Ой, вот покажу вам опять. Посмотрите, какой шикарный куст. Как он подстрижен шикарно. О, выстрижено даже вот это вот название улицы. И какой он гладенький. Какой он супер. Он просто, я же говорю, ой, в него руку... Это туя вот так вот подстригается. Ой, какая великолепная. Обратите внимание. Загляденье. Вот она и с этой стороны тянется. Целый угол. Вот людям не лень. Вот так вот ее стричит. Она даже, представляете, сколько труда вложить. И надо же уметь это все. Супер. Ну и вот, про борщ. И про наш обед званный. Неожиданный. Значит, когда я сказала мужу, что трехлитровой кастрюли мне не хватит на пять человек приготовить борщ, даже если я сама себя исключу, то все равно три литра это маловато будет. Он сказал, да ничего подобного. Мы кушаем по чуть-чуть. Нальешь всем по половнику. И нормально будет. Никогда никто добавки не просит. И в общем у нас еще есть мясо, стейк мы приготовим. То есть, как бы никаких проблем не будет. Ну ладно, решила я. Я приготовила. Купила очень хороший кусок говядины свежей. Приготовила. Прямо с душой. Так, знаете, хотела показать, как мы умеем готовить. Старалась. Получился очень вкусный борщ. Просто великолепный. И вот, значит, пришли в назначенный срок эти три человека. Мы их усадили радостно. Я налила всем, значит, вот по половничку этого борща. Сметанка там все. Это как положено. Чесночок. Сухарики. Вот. И люди, в общем, так разохотились. Им всем так понравилось. Они проглотили по этой тарелочке борща. И каждый из них попросил скромно, а можно ли нам еще по чуть-чуть, потому что мы такой прелести никогда не пробовали. Как вы понимаете, у меня борщ закончился при первой подаче. Я не рассчитывала на то, что ей попросят добавку. И когда я в ужасе повернулась, чтобы поддержку найти у моего мужа, он просто скромно так сидел, молча потупил глаза. И сидел молчал. И вот я нахлебалась. Такого позора, друзья, это вам не передать. Я стала поговорить, что, ой, вот вы знаете, вот извините, я что-то не рассчитывала. Я не подумала. Короче, что-то блеяла я. Ну, люди, конечно, поняли. Ничего. Тоже какая-то была такая неудобная пауза, заминка, что людей не накормило так, как они хотели. Был, в общем-то, для меня позор просто нескончаемый, который я вот до сих пор помню, спустя столько-много лет, пять лет прошло. Вот. Поэтому, друзья, вот такие бывают казусы в жизни. Ну, а я на этом своё видео, друзья, заканчиваю. Я погуляла с вами немножко по новой улице. Я думаю, что пока я вам рассказывала, вы смогли увидеть кое-что. Домики тут очень тоже симпатичные. Вот. Я знаю, что интересно людям посмотреть. Поэтому вот я показываю всё это параллельно. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Берегите себя. Всего вам доброго. Пока-пока.